Мы движемся в направлении высот, и вот на трассе уже обозначено, чтобы люди заворачивались сюда. Мамайская. В предыдущем фильме мы смотрели, что здесь проводились работы. Сейчас сделаны тротуары, видите, дорожки сделаны, подъезды к каждому дому. Едем дальше. Сейчас пойдем в горку на Федюхины высоты. Подвез бы этих дам, но у них слишком большие платья. Вот мы поднялись. Едем на стояночку. Народу не очень много. Сегодня открытие седьмого фестиваля. Начало 12 часов. 11.35. Мы успеваем к началу, к открытию фестиваля. Видно, сортируют машины, и какие куда, кто куда заезжает. Пробка сейчас будет. Пока едем туда. Нам показывают, куда двигаться. Молодцы. Распределяют движение, чтобы пробки не было. Понял. Время 11.40. 12.00 открытия. Начинает подготовка. Подготовка идет к открытию. Задержка с открытием. Выступает Творческое объединение разнотравия. Послушаем. Пчелочка золотая. Пчелочка золотая. Пчелочка золотая. Пчелочка золотая. Оливер, Ледащ Русская коса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, добрый солнечный день. Сегодня у нас совершенно потрясающее событие. Мы открываем седьмой военно-исторический фестиваль. В этом году фактически мы открываем и полноценно парк Федюхины высоты. Это замечательный совершенно объект, совершенно замечательное место. Вы знаете, когда я сюда первый раз приехал, я даже своим глазам не поверил, что вот так можно любить историю, так можно бережно любить Севастополь, историю Севастополя, историю Крыма. Ну, в конечном счете, историю нашей страны. Потому что здесь все сделано с любовью до каждой мелочи, до каждой детали. И то, что нам за полгода вместе с руководством парка, с людьми, которые здесь это все воспроизвели, все эпохи истории Севастополя, все, что нам удалось сделать за полгода, это было сделано, потому что, ну, просто по-другому было нельзя отнестись к этому проекту. Действительно грандиозного. Это действительно место силы, место намоленное. Вы знаете, лучше меняю историю. Сколько здесь сражений произошло, сколько крови здесь пролито, нашей русской крови на этих высотах. Вы помните, когда в Первую оборону здесь сражались знаменитые федюхинцы. И среди них, кстати говоря, хотя это не очень сейчас как-то вспоминается, и наш великий классик Лев Николаевич Толстой был. Эти знаменитые его строчки, кладка была на бумаге, забыли про враги, да, припомнили вот чернореченского сражения. Ну вот, генералы, которые руководили обустройством парка, они даже посильнее, чем те, которые руководили сражением, потому что про враги никто не забыл. Все сделано, рассчитано и продумано до мелочей. Вы знаете, я считаю, что это лучший военно-исторический парк в нашей стране. Для первого знакомства с парком, говорят, нужно 10 часов, но вот мне не хватило. Я в общей сложности здесь провел гораздо больше времени, и хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Здесь все эпохи, от римского Каструма до Кенойской крепости, до великой реконструкции, прям по-другому могу сказать, потому что грандиозно это задумано, события первой обороны, которые воспроизведены. В эти дни мы всем этим вместе насладимся, все это вместе увидим. Но парк круглый год будет открыт для севастопольцев, для крамчан, для людей со всей нашей страны, которые будут приезжать здесь и опознавать для себя потрясающую историю нашего отечества, потрясающую историю нашего города. Поэтому я всех, кто причастен, я знаю, причастно огромное количество людей к этому проекту, благодарю. Мы сделали большое дело и сделали еще одно место, которым севастополь будет гордиться. Спасибо, поздравляю. Российской Федерации Екатерине Борисовне Алтаваевой. Спасибо. Я хочу присоединиться к Саламу Штейлу Владимировичу и, конечно, от всей души поздравить всех, кто сегодня здесь, на площадках нашего любимого военно-исторического фестиваля, и тех, кто не пришел. Потому что, наверное, у нас есть такие счастливцы, которые здесь не были еще ни разу, и они придут и получат то удовольствие, которое мы получаем здесь 7 лет подряд. Это вообще, я стояла и все думала, 7 лет подряд. Мне кажется, что вообще все началось только вчера. Но я очень хорошо помню, как это начиналось вот тогда, 7 лет назад, и мы, дойдя вот даже небольшое расстояние от начала, так скажем, до первой площадки, а площадок было тогда очень много, это были разные эпохи в истории нашей, Севастопольской, Крымской земли, и нашего Отечества, Великой России. У нас уже, мне кажется, ноги были по колено точно в пыли. Продолжение сбережья парка. Канонеры стоят, ждут команду на выстрел, и мы ждем. Но, я думаю, находить первые черепки, никто не думал, во что это выльется сейчас, ну, через 200 лет практически, через 100 с лишним лет. Я хочу сказать о других. Во-первых, спасибо той команде, которая была со мной. То есть, ну, вы сделали невозможное. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в историю! А я поймал пышу от выстрела, видите, вот. Память! Память! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По линиям, конечно, можно диагонали, но лучше их не брать. Мы берем один вариант, который именно без диагонали. То есть у нас есть одна лиса и есть гуси. Гусей хоть и много, но у них сложная задача. Надо поймать лису. Лису поймать. 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 Вон разводи! Старый станок для изготовления линогравюр, да? Да! Сколько шамулетов, интересно? Помоложе меня, а старшего! Проместить это скорее... Скорее... Это гладиаторские бои... Кигантское количество шлемов в затылке... Подойдите, пожалуйста, вон там... Видите, каждый щит подписан... Если часто у легионеров переворачиваете, щит там тоже подписан... Видите, у них стреломет стоит... Каждый стреломет тоже подписан... Все подписан... Вот такой выезд тут... Специально отпустил машину и вперед подальше... А то вся пыль в машину летит... Кошмар! Надо после этого ехать мыть машину сразу... Почему-то выезд налево показывал... Ушик поехал направо... Мы поедем налево... И куда мы выйдем... Посмотрим, дальше асфальт пошел... На пути... Ушик... Ушик... 꽃овая сна... Машина... Вау... 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 Ушик... Машина... Машина... Ушик... Пучок... Вау... Ушик... Ту-у... Машина... Ушик... Куда дальше? Туда районная Севастополь направо, Терновка боксера налево Все понятно Куда мы выехали Севастополь направо, Терновка боксера